Семён Пахтеев Привет, это BoardGames Video и Семён Пахтеев. Мы рассказываем про настольные игры. И сегодня мы поговорим про допы. В последнее время вышло довольно много дополнений для настольных игр. Рассказываем про некоторые из них, посмотрим, что внутри, и вообще разбираемся, как допы работают. Погнали! Fallout — это именно то, что вы ожидаете увидеть, услышав это название. История, рассказанная на постъядерной пустоши, в которой игроков поджидают мутанты, рад тараканы, когти смерти и смертоносная радиация. Путешествуя по миру, каждый персонаж стремится набрать достаточное количество влияния, чтобы стать фактически правителем пустоши. Дополнение атомной узы позволяет превратить эту гонку за влиянием в совместный забег. Теперь к победе может прийти единая группировка игроков. Но для этого по-прежнему нужно будет опередить остальные игровые фракции. Для победы в сценарии выжившие будут выполнять карты задач, которые случайным образом получают перед партией. Разумеется, это не всё, что есть в коробке дополнений. Тут есть и карты модификаций для оружия или предметов, и карты мутаций для тех, кто нахватал слишком много радиации. Реализован даже совместный бой с противниками. Для этого пригодится специальный кубик помощи. Впрочем, пользоваться им нужно осторожно. Обычно противник наносит урон тому игроку, который помогает. Манчкин Вархаммер — это ядерная смесь из двух популярнейших вселенных. Отбитая пародийность Манчкина встречается с пафосом и суровостью Вархаммера 40 тысяч, в результате чего в 41-м тысячелетии разворачивается очередная война, на этот раз за заветный 10-й уровень. Огнём и Верой — это просто контентное дополнение. Здесь вас ожидают две новые армии — Адепта Сороритас, они же Сёстры Битвы, и Тау. Первые за Императора и Двор стреляют или Рудер, в упор, а вторые готовы на всё ради высшего блага — жизненной философии, которой подчинено их обществу. Разумеется, в коробке дополнения есть и другие карты, чтобы в мрачной тьме далёкого будущего была только война. Эверделл — красочная стратегия про жизнь в волшебном лесу. Трудолюбивые зырьки здесь основывают новые города, и мэр каждого города старается сделать его наиболее процветающим. Собирая ресурсы, возводя постройки, заселяя их жителями, участвуя в событиях и занимаясь другими делами, игрокам нужно набрать как можно больше победных очков. Чтобы именно их город признали самым крутым. Дополнение «Жемчужный ручей» вводит в игру новый участок волшебного леса, на отмелях которого можно добывать новый ресурс — жемчужины. Делать это можно только с помощью специальных послов лягушек. Кроме того, вас ждут новые постройки для ваших городов, карты украшений, для которых и пригодится джемчуг, а также жетоны чудес света, которые приносят огромное количество очков. Но, пожалуй, самая интересная возможность напрямую не описана в правилах. В этой коробке есть дополнительный набор зверьков, и желающие теперь могут сыграть за милых выдр. А можно не заменять выдрами кого-то из базовых обитателей, а выдать их пятому игроку. Скорее всего, это потребует от вас небольших модификаций. Например, попробовать уменьшить количество стартовых работников с двух до одного и выдать всем стартовые ресурсы. Зато это позволит собраться чуть большей кампании за партией в Эверделл. Карточный ужас Архама — это напряженная стратегия, в которой команда сыщиков совместно борется против мистических сил древних. Заслуженную славу этой кооперативной игре принесла огромная вариативность. Одних только разных сыщиков здесь, несколько десятков, каждый со своим стилем игры. Тесная взаимосвязь происходящей истории и игровых механик. И, конечно, мрачная атмосфера безысходности, когда победу зачастую удается вырвать из когтей поражения в самый последний момент. А порой и не удается. Каждая большая коробка дополнений карточного ужаса Архама начинает новый объемный сюжет, который после продолжается вот в таких маленьких допах. Тайное имя — это продолжение кампании «Нарушенный круг», в которой сыщикам предстоит иметь дело с ведьмами и тайными ложами. На этот раз события заведут их на отшиб Архама, где, согласно городским легендам, в обвершалом особняке обитает призрак древней ведьмы. Как всегда, новые карты для колод сыщиков, новые испытания на их пути и продолжение сюжетной линии. Тайное имя можно разыграть и как самостоятельный сценарий, но гораздо интереснее он именно в рамках общей кампании. Глумхевен редко нуждается в особом представлении. Это кооперативное тактическое приключение поистине эпических масштабов. Провести за ним пару сотен часов можно запросто. Игра не зря закрепилась на верхних строчках различных рейтингов. И, казалось бы, что еще добавить к десяткам сценариев, сотням противников и буквально тысячам вариантов развития событий? Забытые круги отвечает. Все. Вот вам новый класс персонажа — прорицательница. Вот новые монстры, которых вы радостно сможете порубить на кусочки. Мощнейшие предметы, чтобы было проще это сделать. Дополнительные карты происшествий для города и для дороги. Новые наклейки для карт, а еще разломы и новые таинственные конверты. Ах да, вот же еще два десятка новых сценариев. Ну и куча дополнительных мелочей. Это дополнение выходило в России с помощью краудфандинга. Те, кто поддержал выход дополнения, получили приятные бонусы. Например, книгу одиночных сценариев и набор предметов для нее. Dungeons & Dragons тоже широко известно. Возьмите на себя роль фэнтезийного персонажа. Например, могучего воина или гениального волшебника. Грубоватого дварпа или озорного полурослика. И пуститесь в волшебное путешествие, в котором может случиться буквально что угодно. Так чем же дополнить полет фантазии? Waterdeep, драконий куш. Это масштабное городское приключение для персонажей с первого по пятый уровень. Которое начнется для героев с простенькой просьбы известного путешественника. Таинственный заговор, манящее сокровище, хитроумные злодеи и дополнительные головоломки. Все компоненты успеха. Только помните, что не вы одни охотитесь за сокровищем. Им надо постараться опередить конкурентов и не привлечь внимание городской стражи. Кроме того, это реиграбельное приключение. Ведущий может выбрать одного из четырех антагонистов истории, от которых будут зависеть ключевые события, время года и даже финал истории. В русскоязычном издании специальная двухсторонняя карта города вклеена не в саму книгу, а удобно лежит отдельно. Также для этого приключения есть специальная ширма, которая поможет сориентироваться в Waterdeep. Таблички и памятки расскажут о законах города, тавернах и пансионах, где можно переночевать. Ценах на повседневные траты, случайных городских событиях и даже о содержимом чужих карманов. Вот такой рассказ о допах у нас получился сегодня. Допы бывают самые разные. Бывают просто про контент. Как мальчики, огнём и верой. Здесь две дополнительные фракции, адепта Сороритес и Тау. Ничего особо нового, никаких механик он не добавляет, но он расширяет уже существующую игру. Бывают допы, как Fallout, в которых есть дополнительные игровые режимы. Они полностью могут поменять то, как вы воспринимаете игру. Например, кооперативный режим в Fallout прилично отличается от соревновательного в базовом Fallout без допа. Бывают допы, как карточному ужасу Аркама. Допы с продолжением истории, нарративные. По сути, как сам по себе маленький сценарий, он работает не так хорошо, но как продолжение одной огромной истории, просто фантастический. Бывают допы, ну назовём их так, с простором для экспериментов, как Эверделл, жемчужный ручей. Помимо того, что он добавляет туда новый дополнительный ресурс, какие-то дополнительные карточки, вы можете попробовать сыграть с этим допом в пятером. И чем больше у вас компания, тем сложнее становится стратегия. Больше становится борьбы за каждое место на карте. Бывают допы, которые выпускаются через крауд. Какие-то крауд-компании, которые помогают расширять рынок на основах в России, на самом деле это очень круто. Друзья, призываю всех, следите за тем, как это работает, получайте клёвые эксклюзивные бонусы и помогайте хорошим настолкам выходить. Бывают допы к ролевым играм, как Waterdeep Dragony Cush. По сути, это и есть игра, потому что это помогает мастеру создать какой-то сценарий, сюжет, описывает мир персонажей и, по сути, даёт ему основу для того, чтобы провести партию. Бывают допы, которые повышают качество жизни, вроде ширмы мастера. Она не обязательно для игры, но с ней очень удобно. За ширмочкой можно и кубики покидать, и внутри есть огромное количество классной полезной информации. Я могу сразу понять, что мне предложить героям, когда происходят какие-то случайные события, не закапываясь при этом в саму книжку. Бывают допы, которые, например, изменяют как-то игровой баланс. Если вам не нравится баланс базовой коробки с допами и новыми механиками, вы можете его выправить именно для своей компании. В целом, в дополнение к настольным играм, это большая и объёмная тема. Сегодня, на самом деле, мы поговорили только о самых свежих допах, которые вышли в недавнее время. Конечно, для большинства ваших любимых игр уже есть какие-то клёвые и интересные дополнения, которые расширяют или изменяют геймплей. Поэтому пишите внизу, в комментариях, что вам понравилось в допах, что вы ждёте от будущих допов. Мы обязательно вернёмся к этой теме и расскажем про них больше. А на этом сегодня всё. Это был Семён Пухтеев и канал Board Games Video. Подписывайся, жми колокольчик, ставь лайки и до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!